Добрый вечер, в эфире Вести Карачева-Черкесия. В республике индекс промышленного производства вырос на 12%. Об этом сообщил глава Карачева-Черкесии Рашид Тимрезов. Это хорошая позитивная динамика, которая фиксируется на протяжении трех лет. В 2023 году в год промышленности было введено в эксплуатацию шесть новых промышленных производств в сфере строительных материалов, переработки сельскохозяйственной продукции и текстильного производства гидроэнергетики. Это позволило создать 500 новых высокотехнологичных рабочих мест и внести серьезную лепту в процесс импортозамещения на российском рынке промышленных товаров и услуг. В своем послании наш национальный лидер Владимир Путин четко обозначил политику государства в области промышленной индустрии, интенсивное развитие всесторонней помощи и поддержка компаниям. Карачева-Черкесия также активно продолжит работу в этом направлении. К примеру, планируется запустить высокотехнологичное производство пряжи. Тем самым создадим 600 рабочих мест. Мощность будущего производства составит 1500 тонн пряжи в год. Запуск первого этапа проекта, работа сортировочного и шерстомойного оборудования планируется в 2024 году. В целях оказания организационно-методической помощи в рамках нацпроекта здравоохранения борьба с онкологическими заболеваниями. Карачева-Черкесский онкодиспансер посетил врач-онколог Института имени Герцена Александр Кострыгин. Он вместе с заместителем министра здравоохранения Республики Тамарой Кипкеевой и главным врачом медицинского учреждения Зубером Маховым провел обход диагностических служб и стационарных отделений. Александр Кострыгин посещает регионы, где отмечены хорошие результаты по реализации программы борьбы с онкологическими заболеваниями. Было отмечено, что в диспансере функционируют два новых отделения – гематологическое и радиологическое, где проводится дистанционная лучевая терапия, которая ранее была доступна только за пределами региона. Современное спецоборудование позволяет проводить углубленное обследование всех органов и систем с минимальной нагрузкой на пациента. За счет своевременной диагностики онкологических заболеваний выявляют болезнь на ранних стадиях. Это значительно снижает смертность от злокачественных новообразований за 2023 год. Лечение в стационаре прошли более 9 тысяч жителей Республики. В стенах операционного блока выполняется весь спектр необходимых манипуляций при удалении злокачественных опухолей, которые ранее были недоступны. Выезд сюда плановый. Мы традиционно с 2019 года ежегодно посещаем наших дорогих коллег, обсуждаем вместе сложные вопросы лечения онкологических заболеваний, обсуждаем планы по дальнейшему развитию. И этот выезд, он также приурочен с целью оказать организационную методическую поддержку Карачаево-Черкесской Республики. Сейчас прогноз погоды на завтра от синоптиков. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Днем будут порывы до 15-18. Температура ночью 0-5 в горах до 10 градусов мороза. А днем до плюс 10, местами 12-17 со знаком плюс. В Черкесске без существенных осадков ветер восточный 6-11 метров в секунду. Днем будут порывы до 15-18. Температура ночью 0-2, а днем 7-9 градусов тепла. Цветы, подарки и слова благодарности. Сегодня на площадке штаба общественной поддержки Карачаева-Черкесии прошло праздничное мероприятие. Поздравили с 8 марта сенаторы Российской Федерации Ахмад Салпагаров и Крым Казаноков. Поздравил собравшихся их секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», спикер парламента республики Александр Иванов. Они встретились с мамами волонтеров и военнослужащих. Альбина Ламкова продолжит тему. Поддержка очень хорошая. Даже вот когда мы вот здесь вот собираемся все, ну, какое-то отвлечение идет. Что я могу пожелать мамочке? Главное не плакать. Вот только не плакать. Помогать им сердцем, душой. Потому что они же это чувствуют. И тоже переживают за нас, как и мы за них переживаем. Конечно же, главная цель таких встреч, внимание, торжественное мероприятие подготовлено организацией «Молодая гвардия». Волонтеры записали душевное видеообращение к своим мамам. В нем звучали слова благодарности. Затем сенатор Российской Федерации Крым Казаноков и Ахмад Салпагаров поздравили с праздником присутствующих женщин, отметив их значимость в различных сферах жизни, включая достойное воспитание детей. Выразили огромную благодарность за их заботу, чуткость и неравнодушие. Спасибо за ваши детей. Они занимаются очень серьезным делом. Добрые, обзычивые, бескорыстно помогают в больших и малых делах повседневно и в трудную минуту. И не только это, они своим примером учатся других детей тоже. Волонтеры в нашей стране выполняют большую роль. Особую благодарность выразили тем, кто сейчас отстаивает интересы нашей страны в зоне проведения специальной военной операции. Да, время непростое, но молодежь смелая и храбрая. Будущее нашей страны в сильных руках, отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», спикер парламента Карачаева-Черкесии Александр Иванов. Мы сегодня собрались по случаю поздравления с 8 марта, несмотря на то, что оно прошло. Но тем не менее мы не можем оставить без внимания тех женщин, тех мам, чьи дети сегодня активно участвуют в жизни республики. Сделать торжество ярким и запоминающимся помогли выступления детей. Альбина Ламкова, Михаил Каракелян, Вести Карачаева-Черкесия. В целях восстановления рынка труда правительством Российской Федерации принято решение организовать во всех субъектах страны ярмарку трудоустройства. Работа России – время возможности. Она пройдет в два этапа – региональный и федеральный. В Карачаево-Черкесии в ярмарке вакансий примут участие около 26 крупных предприятий республики, а также 14 образовательных организаций. Помимо безработных граждан, ярмарку посетят более тысячи человек из числа студентов и выпускников образовательных учреждений, участники СВО и члены их семей, граждане с ограниченными возможностями здоровья. Посетителям ярмарки будет представлен весь спектр государственных услуг в сфере занятости, а также мероприятия по профессиональной ориентации. Региональный этап состоится 5 апреля. Ярмарку мы представляем как широкомасштабное такое мероприятие, в котором будет работать, у нас функционировать 10 зон. Основная зона – это работа с гражданами, с посетителями, где граждане будут иметь возможность пообщаться непосредственно с работодателями. Также у нас будет лекционная площадка, зона работы психолога, где психолог будет оказывать профориентационные услуги, консультации. Лекционная площадка будет направлена на то, чтобы информировать именно несовершеннолетних, выпускников, куда поступать. И там мы планируем вообще провести, рассказать о том, сделать анализ, какие у нас на сегодняшний день вообще существуют предприятия, востребованы какие специальности. Будет дан анализ заработных плат. И параллельно с этим они познакомятся с учебными заведениями. И последнее. Жители Карачева-Черкесии могут принять участие в конкурсе фотографий и видеороликов «Республика выбирает будущее», которое проводится избирательной комиссией республики. Он проводится в пяти номинациях. Голосуем всей семьей. Выбор молодежи – национальный колорит. Голосует старшее поколение на выборы, как на праздник. Участниками могут стать избиратели, пришедшие на избирательный участок в дни голосования на выборах президента Российской Федерации 15, 16 и 17 марта 2024 года. Условия конкурса размещены на сайте избирательной комиссии Карачева-Черкесии. С 20 по 30 марта конкурсная комиссия подведет итоги и определит победителей. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Анна Медиум». Я прощаюсь с вами. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!